Здравствуйте! В эфире первого городского программы «Про ремонт» и я, Юлия Андреева. В эфире первого городского программы «Про ремонт» и я, Юлия Андреева. В эфире первого городского программы «Про ремонт» и я, Юлия Андреева. И молочные оттенки. Бирюзовый цвет ассоциируется с морем, с свежестью и хочется привнести в интерьер плавных линий. Например, она будет на нашей перегородке гипсокартонной, светильниках на потолке. Ну и постараемся в текстиле тоже внести плавную линию. Ну и в нашем помещении будет акцентная зона, это гостиная. Мы ее хотим выделить какими-нибудь обоями с рисунком насыщенного цвета. Помещение мы сделаем светлым, у нас будет много светильников и потолок будет ненатяжной. Мы придумываем что-нибудь другое. Дизайн-проект готов, остался сущий пустяк воплотить его в жизнь. Пока в это с трудом верится, но поможет нам в этом Светлана. Светлана, какой фронт работ? Как оцениваете? Так, ну фронт работ в этом помещении у нас предстоит большой. Нам предстоит выровнять стены. Эту стену мы выравниваем гипсокартоном. Все остальные стены мы штукатурим гипсовой штукатуркой. Также нам предстоит зашить дверной проем гипсокартона. У нас еще серьезные мероприятия с дверным проемом. Решили переносить вход. Какие работы ждут нас здесь? Во избежание обрушения конструкции над дверью, если мы уберем коробку, мы решили эту часть зашить гипсокартоном и сделать арочную конструкцию. Светлана, у меня больше всего внимания привлекает вот эта вот дыра, которая осталась после того, как снесли стенку. Что будем делать с ней? Ну да, это серьезный изъян в этом помещении, но это все решается достаточно просто. Мы на это место положим половую доску. Ольга, наш дизайнер, пообщалась с хозяевами, а они отказываются от натяжного потолка. Чем мы его заменим? Ну да, на самом деле потолок не соответствует СНИПам, поэтому мы можем его зашить гипсокартоном. Еще один момент, на который хотела бы обратить внимание, это состояние радиаторов. Мы решили отказаться от замены данных радиаторов на современные биметаллические и использовать современное декоративное отделочное покрытие ФЛОКИ. Это придаст благородство интерьеру и изысканность. И таким образом, я так понимаю, мы сможем еще и хорошо сэкономить? Да, совершенно верно. Пора, я думаю, приступать к действиям. Очень хочется что-то поделать своими руками. Что вы мне доверите? Я могу предложить вам загрунтовать вот эту стену. Итак, грунтовка это будет первый этап, к которому я сейчас начну готовиться. Ну а пока вам, дорогие зрители, я предлагаю не вставая с дивана, совершить путешествие в пространстве. Поскольку сегодня мы взялись за преображение кухни, было решено изучить эту тему подробнее и поделиться некоторыми идеями. Нам удалось побывать на весьма необычной кухне, которая по проекту застройщика была балконом. Это отличный вариант экономии жилого пространства. Благодаря ширине почти в полтора метра и вытянутой форме балкона разместить здесь мебель и бытовую технику не составило труда. Общая площадь новоиспеченной кухни составила 9 квадратных метров. Хозяин квартиры всю эту красоту возводил своими руками без помощи профессиональных отделочников и дизайнера. Вот так этот балкон выглядел этим летом. На все работы ушел примерно месяц. Первым делом хозяин убрал оконный блок и балконную дверь. Утепление, выравнивание стен, поклейка обоев и укладка ламината. Это короткий список приложенных усилий. Самое сложное, по словам хозяина, было возведение коммуникаций и воздухоотвода. Фотопанно в обеденной зоне на самом деле специальные обои для дверей, но хозяева решили поклеить их на стену. Получилось очень оригинально. Хозяйский кот доволен. Он целыми днями греется на солнышке. Итак, возвращаемся к нашему ремонту. Мне предстоит прогрунтовать вот эту стену. Учить меня этому делу будет Надежда. Надежда, скажите, какое у нас вообще состояние стен? Выглядят они, конечно, ну, скажем так, не очень. Что с уровнем? Ну, во-первых, уровень мы подставляем к стене. Стена у нас в плохом состоянии. Исправлять рельефные стены мы будем при помощи штукатурки. Для того, чтобы наносить штукатурку, нам надо ее прогрунтовать. Для этого нам понадобится валик, раскаточная доска и грунтовка. А вообще, насколько принципиален вот этот вот момент грунтовки? Что будет, ну, если вот я делаю ремонт сама, немного забыла и грунтовку не нанесла? Ну, во-первых, грунтовка, она стену обеспыливает. А во-вторых, она дает более лучшую сцепку любого материала с поверхностью. Ой-ой-ой, оказывается, надо снизу вверх. Итак, Надежда, принимайте работу. Какую оценку мне поставите? Оценку у вас можно поставить в троечку, так как вы у нас сделали небольшой перерасход материала, так как накапали грунтовку на опал. Сейчас наше дальнейшее действие нужно ждать. Ждать, да. Грунтовка сохнет в течение 2-3 часа в зависимости от температуры в помещении. После этого мы сможем уже штукатурить. Да, да. Ну что, сейчас мы ждем примерно 2 часа, но благодаря чудесам монтажа вам, зрители, ждать придется совсем-совсем немножечко, буквально пару минут, ведь нас ждет рубрика «Ходим в гости». Сегодня мы отправились в комнату, где живет молодая мама с дочкой. Только здесь можно погрузиться в розовое обаяние. Именно такое название для своего проекта придумала дизайнер Юлия Скурихина. Преображать интерьер обычной комнаты в современную дизайнерскую сказку Юлия уже привыкла. Но этот заказ необычный. Нужно было не только украсить комнату, но и разделить пространство на детскую и взрослую часть. Сделать это удалось с помощью эксклюзивной мебели. С одной стороны это учебный стол с мини-полочками, с другой – подставка для телевизора. Интересным интерьерным решением здесь выступает перегородка-стеллаж, выполненная по индивидуальным эскизам на заказ. Несмотря на небольшую площадь, всего 15 квадратных метров, комната выглядит достаточно просторной, потому что основная гамма белорозовая. Именно так, считает Юлия, должна выглядеть комната для двух девочек – мамы и дочки. В взрослой зоне такие нежные, спокойные розовые оттенки, а в детской зоне яркий розовый, неоновый розовый и цвет фуксии использовался. Все оттенки розового остаются популярными в этом году. Кроме того, в моду вступает новая цвета в нестандартном интерьерном решении. На пике популярности в 2014 году будет желтый цвет. Очень хорошо подойдет желтый цвет на кухне или в детской. Серый цвет будет одним из самых горячих цветов 2014 года. Различные оттенки серого позволят создать интерьер от теплого до холодного. В спальне и гостиной наряду с яркими желтыми акцентами очень хорошо подойдут и шоколадные оттенки. Это цвет стабильности и комфорта. Модные интерьеры 2014 года не обойдутся без нотки мужского стиля. Это правильные четкие линии, меньше рюш, побольше металла и функциональности. Калининградка Марина переехала в новую квартиру и столкнулась с такой проблемой, как плесень и грибок на оконных откосах. Прошлые владельцы ошиблись выбором фирмы-изготовителя и установили некачественные окна. Купить окно у нас очень легко. Самое главное – выбрать правильно фирму-изготовителя. Во-первых, это должна быть фирма, которая работает давно. У нас очень много одноневок фирм, которые сейчас есть, завтра их нет. Которые гарантию дают 20-40 лет, а завтра их уже нет. Чтобы не потеряться в огромном выборе, нужно понимать, что вы приобретаете. Профессионалы доверяют немецкому качеству. Это профиль фирмы Rehau и фурнитура фирмы Segenia. Так какое же оно – качественное окно и из чего состоит? Пластиковое окно в первую очередь состоит из профиля, внутри которого должно быть обязано быть армирование. Можно выбрать стеклопакет двухкамерный, это три стекла. Тогда теплоизоляция, звукоизоляция будет лучше. Также рекомендуется устанавливать на окна специальную защиту от детей. Запирается такая фурнитура посредством ключа, блокируя тем самым механизм открывания створки. Не забывайте и о том, что окно – это часть вашего интерьера. И тут все зависит от вашей фантазии. Цветные шторки, разнообразные жалюзи, рисунок или фотография на оконном стекле, москитные сетки и даже арки. Кроме того, вы можете приобрести цветные окна по цене белых. В основном, конечно, белые заказывают сейчас в многоэтажки, чтобы не выделяться. Сами понимаете, да, весь дом стоит в многоэтажке белой. Многие ставят цветное окно внутри помещения. Снаружи может быть оно белое, внутри цветное под дерево. Это опять-таки интерьер. Обратившись в компанию «Мир Окон Плюс», вы приобретаете качественные окна, выполненные по немецким технологиям. Срок эксплуатации – 40 лет, гарантии – 15. Собственное производство, короткие сроки изготовления, монтаж и послегарантийное обслуживание. «Мир Окон Плюс», Московский проспект 201, телефон – 538737 или 581980. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Про ремонт» на Первом городском канале. Сегодня мы взялись за новый объект, в соответствии с которым нам предстоит сделать комнату-студию. Хозяева этой квартиры задумали объединить кухню и комнату и сделать студию. И даже начали ломать стены. После месяца полевых работ, после трудового дня, они решили, что самостоятельное действие отнимает у них слишком много сил. И попросили нас о помощи. Итак, в нашем распоряжении 28 квадратных метров жилой площади и дизайн-проект Ольги Морихиной, который предусматривает три зоны – кухонную, обеденную и зону отдыха. Мы уже начали работы, как всегда, со стен. Загрунтовали их и подготовили к дальнейшим процедурам. Сейчас на очереди штукатурка. Штукатурка бывает двух видов – цементно-песчаная смесь и гипсовая. В данный момент мы используем гипсовую штукатурку. Она быстро сохнет, очень эластичная и в дальнейшем легка в обработке после высыхания. Итак, мы начали готовить стены к поклейке обоев. Кстати, это самый популярный вид настенного покрытия. Но если же вам хочется чего-то более эксклюзивного, можно пригласить домой художника, который украсит стены аэрографией. Все подробности в нашей рубрике «Мастер-класс». Аэрографика – это новое направление живописи, знакомое нам по уличным граффити. Сейчас его можно увидеть и у себя дома. Об этой технике нам расскажет Алексей. Он уже более пяти лет создает картины прямо на стенах комнат. Аэрография начинается с наброска, с нанесения рисунка карандашом. Часть у меня уже готова, часть я оставил, чтобы показать вам. Когда эскиз готов, пора приступать к главному – цвету. Краски наносятся специальным прибором, который не касается стены. Называется он аэрограф. Картина получается воздушной и в то же время четкой, почти как на фото. Это главное отличие аэрографии от рисунка кистью. Для точности контуров я использую вот такие лекала, вырезанные из бумаги. Вот, и прикладываю их к контуру и распыляю. Лекала вырезается под каждый рисунок или даже его часть. Работа очень тонкая и требует аккуратности, чтобы краска ложилась четко по контуру. Самое главное – это качество, эксклюзив. Ни у кого больше такого не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой рисунок устойчив к влажности, поэтому его можно использовать не только в спальне или гостиной, но и на кухне и даже в ванной. И в уборке такая роспись намного удобнее обоев. Она не стирается и не размокает. Наша работа подходит к завершению. По окончанию работа покрывается лаком на два слоя. Это придает работе немного еще яркости и защитный слой. За счет защитного покрытия такая картина не выцветает и не стирается со временем. При всех ее преимуществах и эксклюзивности цена такого покрытия весьма демократична – от 1000 до 3000 рублей за квадратный метр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока штукатурка сохнет, мы приступаем к следующей стене. Здесь у нас более серьезный изъян. Этими мероприятиями уже не обойтись. Эта стена будет зашиваться гипсокартоном, потому что здесь уже ее не заштукатурить. Это было слишком большие затраты как по материалу, так и по работе. Вот, Борис, существует такое мнение, боятся люди гипсокартона, что на него потом уже никакие конструкции не повесить, что это непрочный материал. Нам не помешает это? Нет, это ошибочное мнение. Сейчас очень много крепежных материалов специально для гипсокартона. То есть они выдержат практически небольшие нагрузки. Итак, что нам нужно? Какие материалы нужны для того, чтобы сделать всю эту стену? Ну, для этого мы будем использовать профили. Тут будут использоваться два профиля, то есть ПН и ПС. ПН – это профиль направляющий, он прикрепляется к полу, к стенам и к потолку. А ПС, он вставляется в него, то есть к нему непосредственно будет крепиться уже гипсокартон. Разница только в ширине? Нет, в ширине. Вот давайте я вам покажу. То есть он немножко жестче. Эти профиля будут крепиться, вот ПС, он будет крепиться на прямой подвес. То есть эти подвесы не крепятся к стене. Мы уже заранее здесь разметили, дали разметку, то есть вот они будут крепиться, и в них уже будет вставляться профиль. К профилю мастера крепят специальную ленту. Эта уплотнительная лента, она используется для улучшения звука и теплоизоляции. Продолжение следует... Ну и под занавес программы предлагаю узнать немного новостей из мира дизайна. И начнем с новинки от дизайнера Натальи Румянцевой. Она решила воплотить идею о сне под звездным небом в жизнь. Ее идея проста как дважды два. В небольшой купол над кроватью она решила вмонтировать светодиодные лампы. Таким образом создается эффект звезд, расположенных в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки. Конструкцию, которая совместила гамак с качелями, предложил архитектор Георг Бехтер. Каждый, кто хоть раз лежал в гамаке, понимает, насколько это приятно и как быстро можно в нем уснуть. Дизайнер решил немного доработать угомонку для взрослых и добавил легких покачиваний вперед-назад. Ну а голландский дизайнер Флорис Вабен смог создать светильник из одной только древесной веточки. Такого торшера вы, вероятнее всего, еще не видели. Претерпев минимальное количество изменений, ветвь преобразилась в настоящий предмет декора. И последняя новинка – тандем дизайнерской и технической мысли – Громовокс. Громовокс – это современная версия устаревшего прибора для воспроизведения музыки. Управляется он с помощью Bluetooth, что весьма удобно. Вся электроника спрятана разработчиками в деревянную основу. На сегодня наши работы завершены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok